Для назначения на должности, входящего в кадровый реестр главы государства, представляются следующие руководители. Минерал-майор Калач Владимир Викторович представляется на вакантную должность помощника президента Республики Беларусь, инспектора по Минской области. Минерал-майор милиции Васильев Александр Павлович представляется на должность начальника Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Полковник милиции Шастаева Александр Иванович представляется на должность начальника управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Представляется за мостик Виктор Иванович на должность председателя Ельского районного исполнительного комитета. С февраля 2018 года работает председателем Калинковичского районного совета депутатов. Пронович Александр Васильевич представляется на должность председателя Мядельского районного исполнительного комитета. Поляков Николай Александрович представляется на должность главы администрации центрального района города Минска. Товарищ президент, проверка и изучение всех кандидатов проведены. Обстоятельств, препятствующих назначению на указанные должности, не установлены. Прошлый год нас многому научил, поэтому во власти должны быть достойные люди. Это демократия, так называемая демократия, которой вообще у мира нет. Мы уже все убедились в этом. И слава Богу, что убедились. И когда мы исходили из того, что надо свободу дать, предназначение, некое конкурсное соперничество должно быть, должны быть профессионалы и так далее. Все это правильно. Должны быть профессионалы. Вот вы профессионалы. Но не менее важная черта у каждого из вас. Вы должны быть преданными своему народу и государству. И если вы прошли в кабинет к президенту, то вы не должны забывать, что в стране есть президент. Он может кому-то не нравиться. Но если вы назначаетесь этим президентом, я это дипломатам говорил, то вы представляете президента на том или ином участке. Вы являетесь лицом этого президента. Ну а я никогда не подводил тех, кого я назначал. И вас тоже я никогда не подведу. В этом можете не сомневаться. Можно только какие-то фейки ко мне пришить. Но не то, что они там говорят. Особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее. Я свою политику начинал в комиссии по борьбе с коррупцией. Когда Игорь Петрович, наверное, в КГБ уже работал. И такие вот молодые, как он, ребята, моего возраста, они помогали мне вычищать эту дрянь. И говорят, что власть людей портит. Это не ко мне. Потому что я человек деревенский, выросший на улице. Это наша страна. И мы ее никому не должны отдать. Лейтмотив всех этих назначений. И высокий профессионализм. Я здесь не вижу непрофессионала. Это опытные люди. Профессионализм – это прежде всего опыт. Это не то, что некоторые сопливые там ходят. Школу кое-как закончили. Образования никакого. И они сегодня хотят, как они говорят, на мерсах разъезжаться. Вы это хорошо знаете. И быть в шоколаде. Но для того, чтобы богато жить, по крайней мере, особенно в рыночных условиях, чего они очень хотят, надо соперничать и выигрывать. Прежде всего мозгами, знаниями, трудолюбием у таких, как они по возрасту. Вот это вся формула. Поэтому я знаю, что вы люди достойные. И очень хочу, чтобы у вас получилась эта работа. С кем бы вы ни работали. С кем бы вы ни работали. Кто бы ни был у вас начальником. Вы должны быть профессиональными людьми, преданными своему государству. Это равносильно. Всегда отстаивали свое мнение. И если нужно кого-то защитить, значит, надо защитить. У вас будет немало подчиненных. Нельзя бросать людей в одиночку. Тех людей, которые заслуживают поддержки. По крайней мере, вы всегда найдете у меня такую поддержку. Это мой принцип. Спасибо.